Добрый день! Дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Ру Флориды. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлдер в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и Пригороды. Друзья, я заранее прошу прощения, что у нас сегодня чисто любительская съемка, у нас нет Юлии с нами, Ру Флориды, и оборудование, и замок у нас будет не очень, но на это есть причина. Мы перенеслись в Дубай, и сегодня я хотела представить вам умницу, красавицу, отличного профессионала в сфере недвижимости в Дубае, Евгению. Женя, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе и о своей профессиональной деятельности. Друзья, здравствуйте, меня зовут Евгения Зарубин, я лицензированный риэлдер во Флориде, мы работаем с Надей в одном штате, я из Майами, но сейчас я переехала в Дубай. Дело в том, что я работаю в компании Сотпис, и моя должность это Global Real Estate Advisor. У меня есть опыт работы в Европе, 3 года, опыт работы в США, 8 лет, и сейчас вот как раз таки в связи с тем, что недвижимость Дубая, рынок недвижимости Дубая развивается очень быстро, очень стремительно, очень много запросов от клиентов. Есть необходимость моего присутствия здесь в Дубае, и, соответственно, как бы я сейчас работаю здесь, получаю здесь свой статус, вид на жительство, и занимаюсь как раз таки, помогаю клиентам приобрести недвижимость как для жизни, так и для инвестиций, а также для получения вида на жительство. Вот это интересно. Друзья, сегодня 42 градуса, я думала, во Флориде жарко. Давайте мы зайдем вовнутрь. Сейчас мы находимся в огромном комплексе, это как город в городе, да, называется Дубай Химс. Я не очень хорошо знаю местности, поэтому у нас на это есть профессионал, который нам расскажет уже внутри о комьюнити. Вот, пожалуйста, Дубай Химс Estate. И мы сейчас зайдем в здание офиса Кадаши. Жень, я даже не знаю, с чего начать. Столько вопросов. Я прям даже не знаю, где будет начало, где будет конец. Может быть, сначала начнем с того, почему я должна загореться желанием купить инвестицию в Дубай или купить для того, чтобы я здесь жила. Вот я просто клиент. Вот такие бонусы, может быть, бенефиты от этого. Самый главный вопрос у клиента, это все-таки стоит. Сейчас, на сегодня, в Дубай порога ввода намного меньше, чем в США. Можно найти недвижимость стоимостью от 150 тысяч долларов. Вот, это будет, конечно, не самая упаковая вакация в Дубае. Если вы, конечно, не мечтали, не купить на море, или не пришить к морю, или не пришить к центру. Может быть, это, возможно, будет спальный район, но, по крайней мере, это в Дубай. Либо в соседних эмиратах, что тоже очень приятно. То есть соседние эмираты, такие как Абуда, Бешаржа, Бюнхайма, тоже, когда все из меня. Вот, второй бенефит, это, что при покупке недвижимости клиента могут получить вредные за БДЖ. Это вредные эмираты. Вечет статус. Да, на данный момент в эмиратах во всех, если в федеральных законах, да, можно инвестируйте 50 тысяч долларов, 30 тысяч долларов в готовый объект и получить вредные эмираты на 3 год. Но у них эмираты предлагают более серебряные варианты. Например, Росенхайма предлагает возможность инвестить в новостойку, то есть в проект на атаке строительства, заплатив только 20 процентов в производстве и возможность получить резиденство на 12 лет на 2-2-3-2-2. То есть уникальный проект, мы еще вернемся. И что дает резиденство? Резиденство дает возможность служить эмиратов, работать негативное количество времени. Можно не жить, но появляться в эмиратах один раз за полгода, на один, на один день. Что очень устраивает наших российских бизнесменов, например, кто не может на постоянном бизнес-классе уехать. Резиденство позволяет отдать детей в школы, где есть место очень хорошее, где система образования, в основном гританская система обучения, школы платные, но туда могут отдать своих детей только резиденты. Плюс резиденство позволяет их выпадать после счета, в местных классах получить международные карточки. Многие эти грады сейчас за них получаются. Есть возможность подать на шенгенскую визу, на визу в поместку здесь, на территории Эмиратов. И это будет быстрее, чем для мировых сференцев. Это основные моменты, которые присутствуют людей при покупке недвижимости. Здесь в Кубайе. Плюс могу отметить, что здесь сейчас работает большое количество застройщиков. И Кишмазка заказывается на очень высоком уровне. Это я бы сравнила даже с уровнем Майами. То есть все технические кондоминимы идут за Америки. Это и спортзал, и спа, и детские площадки. Это уже такой мировой стандарт стал. Мировой стандарт. Ну типа отель, наверное, 4-5. Недвижимость хорошая, плюс строщики берут без процентов. То есть когда клиент нет кредитов, ребята, не оценивают кредитоспособность. Не оценивают, то есть никаких документов не спрашивают для покупки. Да, то есть вы резервируете. Просто даете down payment. Объект недвижимости, резервируете, оплачиваете 20%, это точно стандартная стоимость, плюс 4% налог на индивиду, одновременный налог, я вот единственный, на недвижимость 4% в Дубае, а в некоторых имиратах вообще 2%. Это как у нас, ну вот в Америке, там где мы с тобой вместе работаем, а называется типа capital contribution fee, это как взнос, вступление в сообщество, может быть. Такое это это? Или это налог на покупку? Это налог на покупку, и каждый поступок в резервирует. А при продаже этого налога уже нет? А самый интересный вопрос, это налоги. Нужно покупать налогов на собственные, то есть человек покупает объект недвижимости, и в дальнейшем ничего не платит налоги. Нет налогов на доход от аренды, и нет налогов на capital fee. То есть налог на покупку. Я уже хочу. И плюс еще нет налогов на собственные деньги, что очень привлекает, например, в этом не как-то. Я тебя покупаю, потому что есть налога на доход. Ну, они там заплатят. Ну, конечно, да. И догонят везде. Мы покупаем, потому что мы сзади налогов на покупать налоги, потому что мы знаем, что вы ходите, и квартиры, и налогов на большинство. Да, налоги. Да, налоги ежегодно, естественно, платится, и он немалый. Ну, на самом деле, это очень интересная тема. Меня она сама заинтересовала, особенно вот смотрите, сколько людей живет в Соединенных Штатах. Граждане, например, уже кто переехал туда 15-20 лет назад, а родители уже мы не можем видеть, не можем туда привозить. И если вы вложили как-то инвестиции, инвестиции, она везде не везде, да, то есть это в Америке или это в Кубае, ты покупаешь, вкладываешь инвестиции на имя родителя, да, потому что если ты на свое купишь, да, на имя родителя, это совершенно нормально, и тогда, например, мои родители смогут спокойно пойти и в Дубае получить резидентство, а потом везде, в Америку. Тоже вывод. Хороший вывод. Хорошо. Вывод денег, ну не вывод, а как можно совершить покупку недвижимости в Дубае с российским капиталом? Такие есть... На сегодня практически все клиенты покупают... С российским или... Да, неважно, как все там, с нахождением инвестра, все практически покупают застройщики. То есть мало кто покупает на вторичной рынке, но это тоже возможно. Деньги не выводятся на основании договора после продажи и инвойсов, ибо, например, дезервационной формой, не пока еще по-другому, но первая форма, они не выводят в челюсть банковского периода. На сегодня из России переводят несколько банков, которые не попали под финансы. Это Рафайзенбанк, Роузенбанк, Уралсип и еще один. В общем, те банки, которые сейчас... И можно напрямую делать транспорт. Да. Идет, например, перевод от клиента, за счет за его российском банке. На счет застройщика что-то такое? А перевод идет на счет застройщика или это какой-то неприкасаемый с его эспро-счет, да? То есть застройщик не соберет все деньги и никуда не сольется, да? Здесь реплируются достаточно строго с партнерами семейной собственности. У каждого проекта есть свой пересчет. В государстве, в вашем плане. Да. Соответственно, все деньги переводчики и их на них будут на это еще. Вот. Если это вторичная же сила, то, соответственно, заключается в договоре предпродажки, то, конечно, будет тюрьмы. И лично будет тюрьмы, конечно, не найдется. Хорошо. Друзья, я вас уже познакомила с Евгенией. И сейчас я остаюсь за кадром. У нас сегодня такой экспромт. И хотела я вас познакомить еще с Екатериной. Девушки работают в команде. Вот. И я не могла пропустить тоже такое милое, красивое личико, как у Кати. И тоже хотела вам представить. Она тоже отличный профессионал. Давно уже приехала в Дубай. И также работает на... Кстати, на какую компанию вы работаете? Да, в Велоскопе. Ага, вот. Ну, хорошо, девочки. Давайте вы нам расскажете. Здесь, посмотрите, в этом зале много макетов разных районов Дубая. И девочки хотели просто консультировать в ходе дела еще и показать районы, да? Хотим рассказать про самый, наверное, известный район. Район Буш-Халифа. Ага. Когда клиенты спрашивают об инвестициях, конечно, первый вопрос – это район Буш-Халифа. Конечно, конечно. За сколько здесь можно купить и сдать? Потому что очень популярно, востребована эта инвестиция. Давайте мы расскажем вам на примерах. Что у нас в этом районе есть? Есть самое высокое здание в мире и самый большой дом в Боровских Эмиратах. Это Дубай. Вся эта территория. Есть поющие фонтаны, вот там где лагуны. И старый город, скажем так, да? Вокруг всей этой территории также компания ИМАР, самый большой застройщик Дубая, который построил самым высокое здание и построил полностью этот район. продолжает строить новостройки в этом районе. Соответственно, сейчас несколько зданий вышли уже в продажу, уже запустились. Мы хотели рассказать про два из них. здания Бульвар Гьюз. Оно находится прямо около Дубай-мола и соединено вот такими коридорами. И, боже мой, смотри, с той стороны вид на башню. То есть, вот здесь есть предложение в этом здании. И, соответственно, туристы, когда приезжают, конечно же, они хотят арендовать в основном на короткую аренду. По стоимости у нас там продается двухспальная квартира, да, сейчас... На спальной миллион четыреста дирхам. Миллион четыреста дирхам. И чтобы в долларах целую пештель, нужно разделить на 3,65. То есть, это получается около 400 тысяч долларов. Можно такую квартиру купить, и сдаваться она будет где-то за... Это... Это очень интересная тема. Сдача, да, приблизительно. Подожди, подожди. Значит, за 400 тысяч долларов в этом здании можно... Но это не будет, скорее всего, вид на башню, правильно? Нет, нет. Возможно, просто... Однокомнатная квартира будет, скорее всего, не на башню. Однозначно будет вид не на башне. Но, тем не менее, тут пять минут пешком до... в поющих фонтанах и прямой доступ в Дубай-молл без выхода на улицу, что актуально. Подземный ход, да? Катакомбо. Переходы. Переходы. Ага. Переход. Ага. В общем, очень привлекательное место и для туристов, и для инвестиций. Отлично. Еще в этом районе. Здесь расположена дубайская опер. Давайте не переместимся. Вот это туристичное здание, вот небольшое. Это дубайская опера. Как раз напротив фонтана. Вот. И вот в этих зданиях по бульвару, это бульвар, да, круговой у нас, вот в этих зданиях тоже есть предложение, уже на вторичном рынке. И, соответственно, как бы, порядок цен, это где-то 120-150 долларов в сутки квартиры издаются. Можно еще отметить хороший факт, что практически во всех зданиях разрешена пакуточная аренда. То есть нет никаких требований в здании, нет требований по оценке арендаторов. Соответственно, просто нужно предоставить папе паспорта и все. Что очень облегчает жизнь инвесторам своим. Марк застраивает обычной территорией. То есть если они строят район, то они делают полную инфраструктуру. Включая озеленение, включая парки, включая строительство дорог, мостов и даже станций бетро. Вот здесь расположена станция бетро, которая напрямую, как еще по данному переходу, ведет к Дубай-молу. Что очень удобно, не нужно опять-таки ходить на жертву. Ну что ж, интересная была прогулка по центральному району Дубая. Пройдем к следующему макету. Сейчас мы хотим рассказать немножко другую историю. Историю перспективного района, который пока существует только на макете. В большей части. Посмотрите, какая красивая башня. Это будет новая башня. Она будет выше Бушкалифы. Ее размер будет 1 километр. Тысяча метров. Этой башни пока нет. Она в проекте. Она будет готова в 2026 году. Но район уже активно застраивается. Катюша, можно я спрашиваю? А эта башня, ее предназначение, что это тоже будут что-то жилые? Также как Бушкалифа. Там будет, скорее всего, жилые помещения, а офисы, окей. Может быть, будет какие-то этажи жилые, но в основном офисы. Итак, район закраивается мастер-застройщиком Ямар. То есть все инфраструктурные вещи также продуманы Ямаром. Четыре станции метро. Будет район где-то огромный. Он еще не готов. Готовы только вот эта маленькая часть. Это кастрову. Сюда уже можно приехать и посмотреть в живую, как это выглядит. Там уже живут люди. Район называется Дубай Крик. О, кстати, да. У меня кто-то спрашивал про этот район. Скорее всего, будет интересно. Расскажите, да-да, давайте. Какая красивая здесь водная гладь и зелень. Это заповедник, который находится рядом. Прямо рядом с районом. Там живут настоящие поминуты. Очень красивое зеленое место. Сам район началась застройка от воды и будет продолжаться вглубь территории. В этом районе пока что очень перспективно можно сделать инвестиции, потому что не такие дорогие сейчас здесь проекты. За миллион рублей можно купить квартиру по сравнению с центром, где мы говорили. На 50% дороже уже. Ну, это нужно будет всем опять-таки переводить в свою валюту, да, которая вас интересует. Подождите, а вот 300 тысяч долларов, девочки, этого будет достаточно, чтобы получить вид на жительство? Какой потолок, какой минимальный потолок, так сказать? То есть, если вы вкладываете 205 и выше, вы можете получать вид на жительство в Дубае. Если вы вкладываете ниже, то это просто у вас идет как инвестиция, без потенциала, можно так сказать. Ну, только потенциал прибыли. Окей. Ага, извини, пожалуйста, Катюш, дальше. Чем этот район отличается от многих районов Дубара? Тем, что он спроектирован, скажем так, в более привилечном для европейцев формате. Здесь очень много прогулочных зон. И мало таких развязок, которые, скажем, некомфортны для их пересечения пешеходам. Вы видите, сколько здесь поделенных бомбаров. Все машины спрятаны на подземной парковке. Огромная она идет под всем островом. Здесь есть марина. Возле нее прекрасная прогулочная набережная, панорамные кафе, рестораны с видом на суббар. Прекрасные мостики пешеходные, которые ведут этот пляж. В этом районе будет свой пляж, свой отдельный пляж. И пляж прямо на этом канале. Это дубайский канал. Девочки, ну вот именно, скорее всего, с выходом на этот канал здесь не будет 300 тысяч долларов. Да, конечно. Это будет вглубь, наверное. И еще это будет, скорее всего, до даже ночи. То есть еще там не будет никаких котлованов, ничего. То есть совершенно на нулевой стадии. Сколько лет занимает примерно постройка? Два с половиной года. Два с половиной строительства. Сейчас, в 2022 году, мы говорим о сроках года 24-25 годах. Такие проекты сейчас запустила. Есть некоторые проекты, которые вообще будут устроены в нашу структуру. Умар анонсирует. Но вообще вот эта территория, она будет застраиваться в 20 лет. То есть у них мастер-план на застройку от Дубай-Крик-Харбор на 20 лет. То есть посмотрите, какое большое количество зданий. На сейчас вот есть вот этот островок. И вот эта часть постепенно застраивается. Только недавно построили вот эту башню. Это отель видов в виде звездочный. И постепенно-постепенно, то есть Умар будет застраивать вот эту дорогу. Буквально недавно наша клиентка купила, клиентка из Америки купила квартиру как раз в здании Оркет небольшом, которая находится еще на территории недалеко от будущей башни. И в этом есть инвестиционные привлекательства. Потому что все-таки, когда компания Мара объявит о том, что они строят башню выше, чем уже построено самое высокое здание в мире, и, конечно, это притягивает больше туристов. Когда этот район уже построен, инвестиционная привлекательность еще больше возрастет. И по мнению экспертов в принудительной движимости Дубая, многие говорят, что центр Дубая переместится из Даундаун Дубая в Дубай-Крик. Плюс расположение очень хорошее. 10 минут всего от аэропорта и 10 минут от центра Дубая. Если посмотреть на карту Дубая, где он примерно находится. Давайте вот подойдем к карте. То есть северо-запад, северо-запад, восток. Вот получается Дубайский аэропорт. Это центр Даундаун Дубая Бурш-Калифа. Это Дубай-Крик. То есть он даже ближайший аэропорт. Он даже недалеко, конечно. Вот здесь находится знаменитая Пальма. Ну и, соответственно, Дубай-Марина зона. Вот это все побережье, где находится пляж. Соответственно, чем ближе к пляжу, тема цена недвижимости дороже. Спасибо большое. Ну что, передвинемся к другому макету. Да. Друзья, вот мы перешли к очередному району. Женя, расскажи, пожалуйста, про этот район. Это всем известный в Дубай и очень популярный район Дубайкинс, в котором мы сейчас и находимся. Кстати, за окном, если, Надя, немножко так развернешься, это виллы, которые уже давно построены. Здесь живут люди. Здесь находится Гольф Поля, поэтому этот район очень притягателен. В силу того, что здесь очень много зелени. Здесь недалеко ехать до центра Даунграуна, да, буквально 15 минут на машине. 10 минут до моря, 15 минут до Дубай-Марины, всем известной. Соответственно, этот район очень популярный не только у местных жителей, но и у туристов. И вот сейчас компании МАР, они ведут тоже мастер застройку этого района. В основном они строили виллы вдоль Гольф Полей, но недавно начали строить и жилые здания Высоции. Сейчас мы как раз посмотрим, что же такое предлагается на данный момент в этом районе. Жалоб. Катя, расскажи, пожалуйста, нам. Вот он, какой огромный район. Вот смотрите, сколько здесь прекрасных вилл. Вот там в далеке Гольф Боль, оно огромное. Очень привлекает спортсменов, гольфистов. И сейчас здесь открылся вот такой огромный мол. Называется Дубай Хиллс Мол, он новый. Очень приятный, красивый, там очень огромная детская зона, кинотеатр. Все, что интересно жителям района здесь есть. И появились многоквартирные дома, в которых достаточно интересные цены. Этот район очень популярный. У жителей, у этих трех миллионов жителей Дубая, которые здесь живут на постоянной осмотре. И очень активно здесь ориентарь, пользуются спросом, активно сдаются квартиры. Здесь у них есть даже свой небольшой пляжик. Они сделали такое небольшое озеро с пляжем, чтобы жители могли наслаждаться водой. И опять мы видим много прогулочных зон. Это как фирменная такая черта ямаровских районов, что они очень комфортные для проживания. Конечно же здесь есть школы. В общем, все, что нужно для жизни. Какие здесь сейчас предлагаются дома? Вот эти дома прямо возле Дубай Мо, возле Дубай Хил Смола, они пока что только в проезде. Вот дом корректик, он уже сдан, а рядом дома, пар Хил Смола, он еще не сдан. И здесь даже можно обсуждать скидку на ООН, если купить целый этаж квартиры, это 20 квартир. Но это отдельная история, это отдельно нужно разговаривать за спорщиком. А если говорить об отдельных юнитах, то очень интересное предложение. Вот здесь, ближе кольф-полям. Вот такое здание, оно здесь называется коллектив 2.0. Посмотрите, какое оно приятное. Здесь мы видим и бассейн, также есть, конечно же, внутри есть свой спортивный зал. Уровень демара, как всегда, сохранен, все очень комфортно. Видим рядом и детские площадки есть, прогулочные зоны. И что самое приятное и интересное для инвесторов, что в этом здании здесь квартиры с рассрочкой на 3 года, хотя оно уже готово. То есть здание уже достроено? Да, здание достроено. Оно сдано буквально недавно, несколько месяцев назад. И есть квартиры, которые предлагаются в продаже с рассрочкой на 3 года. То есть вы можете эту квартиру сдавать и платить застройщику по плану рассрочки. Очень удобно, да. И цена достаточно комфортная. Порядка 1.400. 1.400. 1.400 дирхам. Это будет где-то около 400 тысяч долларов. Зависит, конечно же, от этажа, от того, в какую сторону вид из окон. Но ориентир цен примерно такой. Для Дубая это очень-очень интересное выпускное предложение, которое очень хорошо продается. Но сегодня еще есть варианты для инвестиций. Ну, девочки, можно я быстрый такой вопрос? Хорошо. Вот квартира стоит 400 тысяч. Какая предоплата должна быть? Ну, если у человека нет налички полностью, чтобы выкупить. Я понимаю, да, с рассрочкой. Но какая первоначальная сумма должна быть выплачена? Приблизительно. Если мы говорим о доме, которого еще нет вообще, на этапе котлована, то предоплата будет, первоначальный, скажем так, платеж будет порядка 20%. И затем пойдет график шагом по полгода. Примерно раз в полгода нужно будет делать очередной платеж, равномерные платежи до сдачи. Обычно у застройщика ЕМАР оплачиваются платежи до получения ключей. То есть к моменту получения ключей должно быть 100% оплачено. Но бывают такие интересные проекты, как проект КОВЕКТИВ, когда вы уже получили ключи, вы уже сдаете и получаете инвестиционный доход, рентный доход. И из этих доходов можете оплачивать застройщику. Какой процент пойдет на рассрочку? 70%. Нужно смотреть по каждому юниту. Ну, где-то 70% уже оплачено, да? Нет, в 30% оплачено, и 70% на рассрочку на 3 года с мая этого года. То есть, получается, с мая 22-го и еще 3 года клиент может оплачивать просрочку. Ну что, все по району? Или еще у вас есть предложение? Мы в коллектик можем заехать сейчас в это здание и поснимать лобби, если тебе интересно. Какого вообще уровня здания? Да, конечно, конечно. Это то здание, которое готово, и сейчас идет продажа юнитов. Да, я думаю, что это будет интересно. Давайте проедем. Поехали. Я думаю, что это огромный плюс мастер-застройщика, когда мастер-застройщик строит территорию, в данном случае компания «Имар», да? Они делают это единым планом, то есть нет никакой хаотичной застройки. Все распланировано, и озеленение, ландшафтный дизайн сделано по плану изначально. Все здания практически в одном стиле, скажем так, да? В этом, мне кажется, очень большой плюс, и как раз-таки многие жители Дубая предпочитают переезжать в такие районы, скажем так, которые в таком порядке построены, чем в более старых районах, где хаотичная застройка. То есть здания люксовые, находятся совместно с зданиями старыми и так далее, никакой организации в этом нет. Мы как раз приехали от здания коллектив, про которое мы вам рассказывали. Сейчас посмотрим их холл, может быть, вот как раз табличка по званию коллектив 2.0. Да, мы просто зайдем сейчас в лоббик, посмотрим, как изнутри здание выглядит. Ну вот сейчас мы находимся в здании коллектив 2.0, про которое мы недавно говорили, видели его на макете. Вы посмотрите, мне напоминает, это новые жилые комплексы в самом Вашингтоне. Я просто в Вашингтоне прожила 8 месяцев в свое время и знаю, как там застраивается все. И была на многих проектах, очень напоминает по инфраструктуре. Мы находимся сейчас во дворе, но в здании есть крытый гараж, есть бассейн, зона релакса над гаражом. Есть здесь общественные территории, есть лаунж, есть консьерж, который работает 24 часа в сутки. Очень похоже на как раз-таки кондоминиум в Америке. Здорово, что здесь в Дубае, как правило, всегда в каждой квартире идет машина местная. Это включено в стоимость, соответственно, об этом можно не заморачиваться дополнительно. И квартиры, конечно же, идут все с отделкой. Единственная разница в качестве отделки обычно, но в любом случае это чистовая отделка, встроенная кухня, встроенные шкафы. Санузлы готовые. Да, готовые санузлы, то есть практически сразу после получения ключей эту квартиру можно сдавать. Нужно купить только кровать и обедевать. И опять-таки можешь, пожалуйста, Катя, напомнить приблизительную стоимость 1-бедромного конда здесь? 1-бедромная квартира застает порядка 350-400 тысяч долларов. Возле макет это говорила, да, но мы уже конкретно вот для этого здания. Это такой приятный дом, он не такой высокий, он не давит каким-то таким огромным размером. Масштабом. Да, с единицей этажами, например, да. Очень именно для жизни, очень приятный район, очень любят жителей Дубая. Здесь все лица, разные клерки, менеджеры. Также, опять же, хочу напомнить, что Дубай это не только туристический город, поэтому инвесторы ориентируются не только на туристов, но и на жителей. 3 миллиона жителей, которым нужно где-то размещаться. Многих их предпочитают аренду. Недавно мы разговаривали с менеджером Имара, и она как раз говорила, что ее знакомые в Дубай-Хиллз сейчас ищут себе на аренду квартиры, и, соответственно, однокомнатная квартира сдаётся порядка 90 тысяч вирхам. Это 30 тысяч долларов в год. То есть и Дубай-Хиллз рассматривается как наиболее перспективный район, потому что стоимость аренды постоянно растёт. Плюс ещё можно заметить, что этой зимой приедет очень много европейцев. Вообще в Дубай процент населения, 10% это локалс, и 90% это экспаты. То есть люди, которые приезжают сюда работать, либо свой бизнес заводят, люди из других стран. И в этой зимой приедет ещё больше людей из Европы, из-за того, что кризис ожидается в Европе. Вот мы заходим в подъезд. Обратите внимание, какой красивый ресепшн. В таком индустриальном стиле выполнен. Смотри, какой дизайн, да, такой более… Индустриальный, скорее всего. Индустриальный, и он как раз сейчас модный. Я бы сказала, американский стиль. То есть это лобби, где жильцы могут спуститься. Я смотрю, у них мини-кафе есть. Да, здесь можно мини-кафе. Здесь можно поработать. Здесь есть Wi-Fi бесплатный. Женя, а скажи, пожалуйста, ну вот мы походили, посмотрели, да, очень много интересных вариантов. Но такой вопрос. Есть ли что-то более бюджетное, можно сказать? Потому что, ну, возможности у всех разные. Вы, в принципе, показали, рассказали о объектах в ценовой категории разной, но кроме бюджетной. Что, какие-то есть проекты интересные? Есть, во-первых, в Дубае есть сейчас предложение в хорошем районе. У застройщика очень здесь, именно, когда они предлагают студии от 170 тысяч долларов. Но есть и прекрасное предложение от соседнего Эмирата, от застройщика соседнего Эмирата. Предлагается продажа односпальной квартиры размером 66 квадратных метров за цену 180 тысяч долларов. И получается, что не нужно оплачивать сразу эту цену. То есть можно оплачивать просрочку на 5 лет. То есть 2 года на период строительства и 3 года после получения ключей. В чем вся сон? В том, что инвестор оплачивает платежи за счет арендной платы поступающей. То есть когда квартира сдалась, вы получили ключи, вы можете спокойно ее сдать в аренду и за счет арендных платежей оплачивать застройщику. То есть инвестиция сама себя кормит, сама себя обрекает. Плюс в этом проекте есть возможность получения резиденции на двух инвесторов на 12 лет бесплатно за счет застройщика. Кроме того, застройщик оплачивает все платежи по визе, медосмотр, биометрию и выдачу самой пластиковой карточки ВНЖ. Застройщик занимается с начала до конца. То есть это такое эксклюзивное предложение, причем проект находится в очень хорошем месте. Пешая доступность до моря, до вагоны и в районе, где находятся Гольховые поля. Это Дубай или это другой штаб? Это соседние мира, Рассельхайма. И плюс этого проекта в том, что этот район уже заселен. То есть там на территории, территория огорожена шлагбаумом, 4 въезда, огромная территория. Там уже живут люди, уже есть Вольфовые поля, есть рестораны на территории, есть Вольфовый клуб, есть Ягдклуб, потому что там же находятся и два пятизвездочных отеля, и Пешая досудность до пляжа, ты сказала, да. То есть предложение действительно очень хорошее, у нас очень много заявок на этот проект. И есть уже удачные кейсы, наши инвесторы уже получили ВНЖ. То есть при оплате всего 20%, а это 36 тысяч долларов, можно уже начинать процесс получения ВНЖ. Так, давайте немножко поставим галочки, да, у меня появился вопрос. В начале нашего разговора ты сказала, что нужно вложить не менее 250 тысяч долларов в Дубай. А сейчас мы говорим уже о цене в 170-180, и снова говорим о статусе. То есть это как-то немножко не сходится у меня. Смотри, федеральный закон подразумевает, что при инвестиции в недвижимость на сумму 250 тысяч долларов в готовый объект, можно получить резиденцию на три года. Но отдельные Эмираты свои законы могут издавать, потому что Эмираты это как Соединенные Штаты. В каждом штате свой закон. Соответственно, в этом Эмирате есть коллаборация застройщика и администрация Эмирата для того, чтобы привлечь больше инвесторов в территорию, для того, чтобы территорию развить. Они дают такое эксклюзивное предложение, когда можно купить в новостройке недвижимость, то есть на стадии Котмавана, заплатив всего 20% от стоимости, можно уже начать процесс получения ВНЖ. То есть подводим черту. В Дубае, если вы вложите в такую же сумму, вы не сможете получить статус. Но в Другом Эмирате, тоже там в зависимости от Эмиратов, наверное, разные планки по вкладу. С 1 октября вступает в силу закон о золотой визе по всем Эмиратам, когда можно будет войти в новостройку, вложив 550 тысяч долларов, это 2 миллиона дирхам, и получить золотую визу на 10 лет. Рассельхамы предлагают на 12, то есть еще лучший вариант. И нет вот этой суммы ограничительной, да? То есть вы можете взять объект за 180 тысяч долларов, вложить 36 тысяч долларов и уже получить резидентство. Интересно. Ну здесь, мне кажется, знаете, столько вопросов, и можно спрашивать и спрашивать. У нас просто не хватит в нашем сегодняшнем видео столько места. Но если у вас есть вопросы, ребята, вы спрашивайте, и девочки вам на них ответят. Спасибо. Пока. Пока. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы с нами. Надеюсь, вам понравится очень этот обзор. Ой, как, не накачали. Что вам обзор понравится. Вы найдете его информативным, что я для себя лично нашла. Век живи, век учись. Разные страны, разные законы, разные правильные игры. Спасибо большое девочкам. Сейчас девочки тоже с вами пообщаются. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мы вас очень любим. Спасибо большое. До следующих встреч. Дорогие друзья, спасибо за ваше внимание. Мы надеемся, что вам понравился наш ролик. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях к данному видео. Мы очень любим Эмираты, Дубай и другие Эмираты. С удовольствием с вами поделимся. Всем тем интересным, что мы здесь нашли. Ждем ваших комментариев.